Приветствую вас. Свой ответ я хотел бы начать с того, что вы пишете о том, что ваш комментарий будто про меня, про мои переживания. Вот здесь только в том, что непонятно о чьем, о каком комментарии идет речь, то есть комментарий, кого вы имеете ввиду. Вы бы хоть обратились бы по имени к тому психологу, комментарий которого вас как-то впечатлил, зацепил, задел и так далее, а то, если честно, совершенно непонятно, что вы имеете ввиду. Дальше. Следующий момент заключается в том, что вы пишете об отчаянии. То есть у вас есть, вот сейчас, на данный момент, вы в очень большом сильном отчаянии, вот, и поэтому вы ищете ответы в интернете. То есть тут вот у нас с вами имеет место быть некое такое, знаете, обесценивание, возможно, ответов в интернете, да. Вот, то есть вы почему-то долгое время мирились с моим отчаянием, да, ничего с ним не делали. Теперь вот решились обратиться к нам, да, к психологам для того, чтобы, ну, вот мы вам, наверное, как-то помогли что-то сделать. Вот, тут на самом деле нужно в первую очередь анализировать именно то, как давно вы себя так чувствуете, как давно вы ощущаете подобное состояние. Вот, когда оно началось, это состояние, ну, когда вы его помните, когда вы его можете отследить, когда оно впервые дало о себе встать, вот, всякие вещи, нужно, чтобы вы обязательно рассказали. Вообще у меня есть ощущение, что вы так довольно обесценивающе относитесь к, ну, может быть, своей проблеме или к тому, что с вами происходит. Нет, так мне показалось, потому что, потому что, вы говорите, кратко напишу, да, то есть это не полное описание будет, а кратко. Это мало того, что вы тянули процесс, да, затянули процесс немножечко, то есть, как бы вы, ну, вам нужно было раньше обратиться к психологу, вот. Мало того, что вы не сделали этого раньше, да, так вы еще и информацию о себе рассказываете довольно коротко. То есть, вот здесь, как бы, возникает вопрос, а вы хотите, чтобы мы вам помогли решить вашу проблематику-то или нет? А если да, то, соответственно, что вы готовы сделать, как бы, ради этого, для этого? То есть, это вот тоже обязательно нужно проанализировать. Теперь, значит, мы идем с вами по факту. Мне 31 год, замужем 12 лет, дочке 4 года. Замужем 12 лет, вы вышли довольно рано, когда вам было, по сути, дело 18. Вот, ну, в принципе, вот первый такой звоночек по отношению к вам. Зачем вы торопились замуж, для чего вы торопились замуж? Замужем 12 лет, откуда была такая встречка выйти замуж? Вас кто-то подгонял или вас кто-то заставлял или что-то еще? Почему вы не пожили, скажем так, для себя, демножечко? Это вот такой момент. Он опять же, опять же, этот момент, на мой взгляд, довольно важный. Дальше, дальше вы пишете, так, что последние, последние года, два, три, я сама на себя не похожа. Угромая, раздражительная, там, и так далее. Ну, вот, давайте мы с вами попробуем подумать, да? А с чем это может быть связано? Откуда раздражение на людей? Откуда такие вот переживания, да? И ответ на этот вопрос, он заключается именно в том, насколько вы удовлетворены. То есть, именно ваша неудовлетворенность жизнью, ваша неудовлетворенность тем, что вы делаете, тем, как устроена ваша жизнь. В итоге, в итоге, и привела, по сути, к тому, что вы сейчас чувствуете. Это называется отсутствие заботы о себе. То есть, вы о себе не заботитесь. Вы, как бы, не думаете о себе. Вы не анализируете свои желания, свои переживания, свои эмоции, да? Вот. И это проблема. Потому что в норме человек это делает. То есть, вы, в какой-то момент, да, перестали о себе заботиться. В какой-то момент, ситуация стала выходить из-под контроля. Ну, вашего, из-под вашего контроля, да? Вот. Ситуация стала выходить из-под вашего контроля. Вы с ней не ставили, вы ее не вернули. И, соответственно, она и стала себе давать знать вот именно в такой вот форме, в таком негативном ключе. То есть, соответственно, здесь нужно только постараться понять, что именно вам не хватает, чего именно вы недополучаете, чего именно вы перестали, что именно вы перестали реализовывать самостоятельно. в таком негативном ключе. Вот. В общем, пока, пока я могу сделать вывод вот такой, что вы перестали чувствовать себя реализующийся тем способом, который вы использовали. То есть, вы как бы перестали чувствовать себя реализующийся тем способом, вы перестали иметь возможность реализовывать себя. Естественно, произошло это потому, или лучше сказать, происходило это, начало происходить это потому, что вы как бы не обыгрываете те роли, которые нужно обыгрывать, не обыгрываете те роли, которые необходимы вам. Вот. И вот тут нужно, конечно, очень внимательно относиться к этому аспекту. Вот. Потому что, ведь раньше вы эти роли отыгрывали, обыгрывали, потом перестали, и я полагаю, что у этого есть причина. То есть, либо вы запретили себе почему-то посчитали, что это для вас может быть недоступно, невозможно, либо вам кто-то запретил это делать по какой-то причине, тоже такой довольно важный момент, да, то есть, если кто-то запретил, то, соответственно, нужно обязательно проанализировать, почему это произошло, как так получилось и так далее. То есть, самое главное, почему вы позволили в этом случае с вами. Вот. И, соответственно, момент такой, чего вам не хватает. Вот именно сейчас, именно сейчас, именно в данный момент, чего вам не хватает, в чем нуждаетесь вы, что вам необходимо, чего, чего хочется. Вот сейчас, для вас, это, пожалуй, самое главное. Вся ваша реакция, по большому счету, реакция, реакция, реагирование. То есть, ваше тело, как бы, дает вам понять, что ему что-то нужно. нужно. И, оно вам говорит, мне нужно что-то, дай мне это, пожалуйста. А вы, как бы, не даете. И, отсюда накапливается раздражение. То есть, раздражение, это сигнал. Это сигнал к тому, чтобы вы делали какие-то вещи с тобой, со своей жизнью, со своими, ну, трудными моментами. Понимаете? какая вещь. Вот это то, что вам нужно делать. Проанализировать в чем и почему вы не удовлетворены. Вот. Это очень важный аспект. Если мы говорим про вашу ситуацию. Если мы говорим про моменты вашей жизни. Вот. То, что с вами происходит. А вот вы там задаете вопрос, да, насколько это реально, насколько это закономерно. Да? Вот. это не является закономерностью, потому что это поведение, я бы сказал, не совсем естественное, не совсем нормальное, потому что, ну, вы явно испытываете трудности, трудности, трудностей как бы в идеале быть не должно, то есть, ну, чего-то мы хотели, взяли, пошли, получили, да. Вы себе это причитаете. это. Вот. Значит, угрюмость, раздражительность, придирчивость, это все как раз про вот неудовлетворенность. недовольная собой, главное, что недовольны с собой. Это вот вообще самое главное, что вы с собой недовольны. То есть, вы перестали, по сути дела, да, вы перестали себя принимать. такой, какая вы есть. И, момент, опять же, здесь только-только в том, почему. Почему перестали принимать себя вот такой, какая вы есть. То есть, что именно в себе вас раздражает. И поскольку на себя все время вы не можете выливать негатив, ибо это нереально, то вы проектируете этот негатив на, значит, на других. на мужа, там, на маму, вот. То есть, вам зачем-то, зачем-то вам понадобилось, чтобы ваша мама, там, ну, я не знаю, убиралась в квартире, там, и так далее, да. Для чего-то вам это вообще нужно было. вот. Вот. Ну, только в том, что ваша мама, это ваша мама, и, как бы, это она, а вы, это вы. И, почему, а, вас это волнует, почему, почему, почему вас, а, тревозит, что она, вот, как вот, реагирует, почему вас тревозит, а, что она делает. да. Ну, этот момент, конечно, такой, довольно важный. Дальше, значит, эм, раньше я ругала с мужем, а из-за чего ругали с мужем? Тоже момент. Ведь, для, эм, сор, для сор, эм, как бы, есть причины, и причины, вот, довольно важны. Вот. То есть, как бы, если есть ссор, значит, есть конфликт, конфликт, да, если есть конфликт, значит, это, что, ну, противоречие. Вот. Ну, и, ссор, соответственно, момент какой. Эм, противоречие вас истощает. По большому счету. Вот. Вот. у меня к вам, собственно, и вопрос. Так, эм, как сейчас так, получилось, да, что у вас с мужем противоречие? Почему они у вас образовались? На фоне чего они у вас появились? Понятно, да? Какая, какая тонкость. Вот. И это, это, действительно, очень важно. Важно, чтобы вы, эм, сами, постарались себе на этот вопрос ответить. Что там вот, стоит, за этим, противоречием, да? Что, как бы, за ними скрывается? Из-за чего они? Как вы, эти противоречия, эм, сами, сами для себя, объясняете, реализуете, и так далее. Потом вы, просто-напросто, эм, потеряли надежду. То есть, человек, если он не чувствует, что, что-то меняется, из, или была, благодаря его действиям, эм, человек, теряет, веру, в себя, да? Человек, перестаёт, вообще, как-то, эм, ну, верить в то, что, он делает, и начинает, эм, потеконечку, терять, эм, смысл, того, что, ну, предстоит, эм, терять смысл, эм, эм, предстоит видеть смысл, эм, в том, что он делает. Вот так вот. И теряет мотивацию. Вот. Значит, по Фрейду такая оговорочка получилась у нас. Ну вот. Ну вот. Ну и, соответственно, конечно же, эм, 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 желания ваши, они, они, никуда не делись, да? То есть, ну, из-за этого, из-за вот, того, что вы перестали, эм, эм, с мужем ссориться. Вот. только, раньше вы, эм, раньше вы, на мужа выплескивали негатив свой. И это было, как бы, ну, логично, да? То есть, вы, выплеснили негатив, вам вроде бы, полегчало. Вот. И, все. все. То, сейчас, все уже не так просто, да? То есть, сейчас, в данный момент, вы, потеряли, и эту, возможность, эм, реализовывать. Негатив. Твой. Вот. в данный момент. Значит, дальше. Идем. Опять же, тут, ну, не надо, реализировать вашу историю. История какая? Вперва, вас почему-то муж волновался, да? Вперва почему-то, ага, вам хотелось что-то сделать, вам хотелось как-то улучшить отношения между вами. А, теперь уже, ну, в общем, не хочется. этого делать, по, каким-то причинам, не хочется так поступать, в силу каких-то причин. А это значит, что, что-то поменялось, это значит, что-то изменилось. Ну, и, соответственно, что изменилось, нужно опять же распираться. Либо изменилось, ваши отношения. В какой-то момент вы, вы, приняли решение, да? Вот. И это решение, оно, оно у вас теперь есть. Вот. Другое дело, что вы, может быть, может быть, вот, вероятно, да, это решение, не осознаете до конца. Вот. Но это, опять же, нужно анализировать. То есть, тут, непонятно. Может быть, и, нет ничего такого. Вот. То есть, я не могу сказать, что это обязательно так. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Может быть, что произошло? По отношению к мужу, что произошло? А, либо вы перестали к нему что-то чувствовать, например. Да? Либо вы обижены на что-то. Ну, до сих пор из-за чего-то обижены там. Вот. А, ситуация, может быть, может быть, другая какая-то. Вот. Ну, ты понимаешь? Да? Это нужно анализировать. Это нужно анализировать. Обязательно. Вот. Дальше. Дальше. Дальше вы пишите о том... не замечаем друг друг с мужем. То есть, с мужем мы мирились всегда в саду. не замечаем друг друг с мужем. Ну, то есть, вот. Либо вы идете на контакт с мужем, либо никто не идет на контакт. То есть, муж, он как бы сам на контакт вообще не не шел абсолютно. Никогда не шел. Вот. А когда вы перестали идти на примирение, то ваше общение вообще воскопорилось. Вот. Опять же, это может быть связано с тем, что вам просто перестало... Вы перестали видеть смысл то, зачем каждый раз мириться с человеком, да, если он, там, грубо говоря, ну, если он, скажу, ну, никогда не идет на контакт первый. Ну, да, понятно, что в этом случае нет никакого смысла в том, чтобы так делать. Дальше идем. с мамой тоже ругаюсь, по меня отращал ее лично вести лень. Почему? То ее нежелание навести порядок в комнате, вы ее почему? Недовольны своей работой внешне, и опять же, почему? В чем именно так давно это? Мужа бизнес, мое настроение, да, но мне кажется, что моя реакция на события, нехорошее событие, нехорошее событие, нехорошее событие, нехорошее событие, нехорошее реакция, это декономерно, разве нет? А дело в том, что нет. знаете, нет нехорошее событие. События, они лишены какого-либо заряда. Если вы воспринимаете историю, если вы воспринимаете какие-то моменты как угрозу себе, то это, скорее, ваши проблемы, нежели чем проблемы события. То есть вы, именно вы по какой-то причине воспринимаете ситуацию так, что вас это раздражает. То, что вас раздражает, закономерно, то, что вас нам раздражает, это закономерно, она, как бы, делает, что хочет, у нее, как бы, свои, вообще, желания, у нее, там, я не знаю, свои взгляды, у нее, там, свои решения, у нее, в в общем, в своя жизнь. Вот. А вас она почему-то раздражает. И я не думаю, что это проблема именно эм... мам, не думаю, что это проблема в ситуации. особенность вашего восприятия. Которая, безусловно, имеет место быть. И вот с ней нужно работать. То, что говорите вы, то, что вы говорите, да, то, что вы говорите, кажется, что закономерно, что здесь я могу лишь только заметить, что это идет своего рода рационализация и защитная реакция. То есть вы защищаетесь таким образом от данного аспекта. И почему вы это делаете? это уже довольно большой вопрос. То есть что вы пытаетесь что вы пытаетесь этим этим показать, доказать, скрыть, может быть хотите остаться в этом состоянии, в каком вы сейчас. Ну сами того даже не осознавая. По сути. О. Вот это тоже нужно проанализировать. Проанализировать и посмотреть, как обстоят дела. именно с этим моментом. Вот. Далее. Вы пишите, со мной что-то не так. Ну знаете, с вашим восприятием что-то не так. На ваше восприятие влияет ваши потребности. Я бы рекомендовал еще к врачу обратиться на общее обследование, посмотреть, нет ли каких-нибудь заболеваний, нет ли каких-нибудь проблем там у вас. Вот можете выйти из этой травмы. Ну понимаете, помочь можно, но для этого необходимо с вами поработать более подробно, потому это краткое описание и поиск ответов в интернете вам мало что даст. Вы наработаны с собой, изменения, анализ, в общем, закрепление и так далее. Вот это все вам поможет. А то, что вы написали, да, это такой краткий курс дела, потому что вот, краткий вот, потому что нету никаких значит ну вводных данных вот. Так. как бы вы не написали по большому счету в чем суть, в чем проблема. То есть это описывать это все следствие. Вот. Это все следствие, это все как бы результат. а самое главное, да, самое главное, самое главное, самое главное, вот с чего все началось как бы. Вот. Вы это, ну, вы это не пояснили. Вы не объяснили этот момент, вы его никак не раскрыли. давайте подумать, что такое драма, а вот, что такое драма вообще. Драма это такая вещь, когда, значит, определяет другой человек, другие люди. То есть, грубо говоря, вас, да, определяют другие люди. Вот. постоянно, если мы говорим о драме. Вот. И только вся в том, если мы говорим о драме, что где вы в этом? Во всем этом где вы? во всем, во всей этой истории, ситуации, вот. Где вы, где то, что вы хотите, где то, что вам нужно? Знаете, вот это поднял и это является самым главным. Самый главный момент именно в этом, в этом. Он ни в чем больше. Самый главный момент именно только в этом. Вот. И все. На этом я думаю можно закончить мой ответ вам. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.